мир всем здравствуйте родные мои вы на канале приют ангела с вами народный бабчиком и мы продолжаем обсуждать тему патриотизма я уже вам рассказал что в 2011 году эта тема меня очень взволновала и я даже сделал в живом журнале страничку настоящие патриоты потому что то что сейчас тогда говорилось о патриотизме и каких патриотов я видел на телевидении меня очень сильно возмущало сосредоточив на этой страничке некоторые свои материалы я посчитал что вот моя роль в этом и закончилась что тому кому надо я скидываю время от времени эту страничку и он смотрит мою точку зрения на патриотизм но неожиданно за эти десять с половиной лет это же точка зрения начала всплывать в том числе и у нашего президента потому что в шестнадцатом году он тоже объявил что патриотизм может быть национальной идеей а сейчас мы видим что то что говорят с трибуны и обсуждает почти полностью сходится с моей точкой зрения десятилетней давности я еще раз повторяю что конечно я этим доволен но хотя я считаю что то что я говорю это не мое господь посылает господь дает господь дает таким образом и самому утешиться и кому-то выразить это утешение и дать основу этого утешения поэтому я сегодня продолжаю обсуждение тех материалов которые размещены на этой странице и одно из интересных для меня явлений это сотницы сотницы которых я написал несколько штук есть такой канал стихи рух где есть михаил махов и там эти сотнице размещены сотница считается что это очень редкое явление поскольку она дается как говорится свыше и сотнице это такая можно сказать выраженная молитва выраженные в словах и строках какое-то мнение какое-то такое вот ну мне например когда пишется у меня сотнице просто очень интересно поскольку вдруг то что ты думаешь думаешь каким-то образом собираешь материал выкладывается вот в такие стихотворные строки а сотнице считается стихи хотя они такой белый стих обычно бывает и потом очень удивительно что вот она родилась сотнице это 10 стихов по 10 стихов вот составляется такая сотница о патриотизме я сотницу не дописал появилось всего два десятка но я так чувствую что похоже что как раз не дописал потому что сейчас придется дописать но я вам зачитаю первую сотницу и маленечко обсудим поскольку в каждом десятке заложена некая идея вот так они эти сотницы распределяются как в акафистах знаете вот каждый акафист он состоит из определенных кофизм и они составляют определенную идею а в конце она уже одной молитвкой как бы эта идея выражается ну в сотнице примерно так поэтому первая истрофа не тот патриот кто об этом орет а тот кто за родину жизнь отдает вот такая строфа то есть говорящих о том что они готовы значит отдать за родину жизнь и что они патриоты достаточно много а настоящие патриоты сейчас на передовой на передовой ну или те кто жизнь отдает за родину они бежит для улучшения своего состояния с родины вот это первая строфа вторая можно быть патриотом на словах можно быть делом это продолжение первой строфы что ты не ори на всех углах что ты патриот ты делом докажи что ты действительно за родину что ты родине полезен но в понятие родина здесь может включаться не просто территория или вот страна а может принадлежность к народу частности к русскому народу поскольку к сожалению конфликт сейчас в русском народе происходит третье патриот родину всегда познает то есть не только любить нужную родину но ее и познавать открывается родина не сразу человеку родившись в каком-то месте мы возрастая все время расширяем свое понятие родины больше того я уверен что многие так и не познают родину до конца своей жизни потому что ее не знают и не не сильно то хотя могут любить и без всякого познания у меня здесь встречалась одна старушка я считаю что она святая антонина баландина я ее как-то спросил а знаешь ли ты она все время рассказывал как ходили в церковь туда ходили церковь 30 километров сюда ходили в церковь 20 километров в городец ходили в церковь в гораховец ходили в церковь с мамой они это вообще тут достаточно далеко и я говорю вот ты как как хорошо ты ты говорю знаешь ты где еще была она горит нигде не было я говорю как нигде не было но вот с мамой вот в гораховец ходили а так вот я только в иваново однажды ездил в жизни я был так удивлен прожить сто лет и побывать в одном иваново как ты можешь родину любить она любила на каком уровне вот на местном уровне вот здесь все леса знала все все значит топи знала ягоды собирала жизнь проживала с христом жизнь проживала как мама ее научила так она не стала ни комсомолкой ни кем вот вот у нее малая родина в сердце была главной роде и через нее она любила всю большую родину но если ты недостаточно любишь малую родину то как правило бог открывает тебе большую родину и если вы живете желая стать патриотом то надо познавать все время родину познавать не только через москву но если мы сейчас хорошенечко посмотрим на то что такое россия я абсолютно уверен что любой кто вот так много много всего узнает в россии он в нее влюбляется мы с вами практически ничего не знаем про сибирь мы с вами практически ничего не знаем про приморье да мы мало про что вот так конкретно и хорошо знаем что входит в нашу родину на самом деле она просто великолепно и самодостаточна наша родина но на самом деле для каждого народа родина то место где он родился или тот народ в котором он родился и для него и маленькое место может быть и любимым настоящим и его нужно познавать поэтому вот как свойство патриота должно быть постоянное познание своей родины четвертое тебя родили богу угодили а ты прожил ему угодил вот такая строфа я их как поговорки сейчас прям прямо видно да как пословицы поговорки эти строфы тебя родили богу угодили то есть родители тебя родили они богу угодили они дело хорошее сделали вот это дело можешь испортить если проживешь не патриота если проживешь не хорошим человеком если будешь на себя всю жизнь работать и себе тянуть и пользоваться тем что окружает тебя они жертвовать и не помогать другим жить поэтому тебя родили богу угодили а ты проживи ему угоди вот как я тут еще и сослипу то не прочитал память а ты проживи ему угоди то есть раби детей выстроить дом посадить дерево и все остальное 5 все знают где его родина не все знают что его родина но это продолжение 3 что надо познавать родину свою что все знают где его родил я родился а вот что такое родина действительно не все знают 6 богу служить родину любить врагов отгонять своим помогать это Это вот «а ты проживи, ему угоди». Видите, как перекликается четвёртое с шестой. Что значит прожить? Богу служить, родину любить, врагов отгонять, своим помогать. Вот что значит правильно прожить. Седьмое. Свет в оконце – это солнце, свет на сердце – красота. Патриотом тот зовётся, кто добрее всех всегда. То есть патриот должен быть добрым. Даже если ему приходятся и дела не совсем вертятся слова, но не буду я его произносить. Но я вам рассказывал, что, например, значило вот такое действие у Александра Васильевича Суворова. Он, например, считал, что боец не убивает человека, поскольку человек живёт, душа живёт, дух живёт бесконечно. А освобождает душу человека от злого правления тела человеческого. Он врагов называл бесами. И русских воинов учил, что надо у этих бесов душу человека освободить. Поэтому освобождайте. Ну и они освобождали. Мы знаем, что везде Бог им помогал, поскольку это Суворов сказал. Мы русские, с нами Бог, мы победим. Вот такая у него была. Богу служить, своим помогать. Так, восьмое. Патриот тот, кто хочет не взять от Родины, а дать Родине. Я вам недавно только что выпустил ролик, что жертвовать – это свойство патриота. Жертвовать не тянуть на себя, не хапать, не стяжать, а жертвовать. Вот это действительно. Девятое. Для жулика Родина – мачеха и чужая тётка. То есть жулик никогда не может быть патриотом. Тот, кто пытается что-то нахапать, что-то это, из хитрости, из какой-то сделать себе благосостояние, тот никогда не патриот. Сколько бы он об этом не говорил. Сколько бы. Я думаю, сейчас можно по счетам, по дворцам, по захваченному, значит, имуществу нашей Родины, государственному, и посмотреть, кто патриот, кто не патриот. И десятое. В одинаковых сердцах Родина разного размера. То есть у одних Родина маленькая, у других, кто её познал, Родина большая. И значение, и место, занимаемое Родиной в сердце, у всех разное. Для кого-то она всё сердце занимает. Как Господь нас призывает, что всё сердце должно быть Богу отдано. Всё занято Богу. Ну, а Родина входит в состав служения Божественного. Поскольку ты родился там, где Бог, как говорится, велел, и ты должен любить, как Адам, то вокруг тебя предоставленное Богом, освящать собой, как Отец Наум нас учит, и действительно делать здесь такое подобие рая. То есть здесь стараться сделать всё, чтобы было хорошо по-божески. Вот такой первый десяток этой сотницы. На днях я вам зачитаю и второй десяток. А на этом обсуждение, что такое патриот, и этой сотницы заканчивается. Здоровья вам всем, мои хорошие. Радости. Всё будет хорошо. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok